В настоящий момент времени космическая отрасль, вернее уровень ее развития, оставляет желать лучшего, конечно, и в наших современных реалиях, в космос отправляются многочисленные отечественные космонавты, тем не менее, мы вряд ли когда-либо сможем говорить об космонавте, уровень популярности которого был бы сравним с известностью Юрия Алексеевича Гагарина, советского летчика-космонавта, который совершил первый космический полет. Если об одном из них, то есть, об Германе Титове, было известно чуть ли не каждому второму жителю Советского Союза, то Григорий Нелюбов еще один дублер. До сих пор остается малоизвестным, вполне возможно. Такое положение дел объясняется тем, что в отличие от своих коллег, Нелюбов не был даже облачен в скафандр, но, как бы там ни было. В случае возникновения такой необходимости, он совершил бы полет, и это факт. Перед тем, как отправиться в космос, Гагарин написал прощальное письмо, адресованное своей жене, предполагалось, что если и случится катастрофа. То Валентине Ивановне, жене Гагарина, письмо будет передано шесть лет спустя полет того космического судна, в котором передвигался Гагарин. Происходил в автоматическом режиме, таким образом, советское руководство хотело убедиться в том, что полет все же произойдет, и Гагарин станет первым летчиком-космонавтом. До последнего специалисты не могли понять того, удастся ли Юрию сохранить работоспособность в условиях невесомости, тем не менее, все же была предусмотрена опция, руководствуясь которой. Гагарин все же мог взять управление корабля на себя. Его суть сводилась к тому, что во время проверки герметичности тот датчик, который предусмотрен на люке, не выдал необходимого сигнала, тем не менее. Ввиду значимости предстоящего события, ведущие механики СССР отвернули 30 гаек, осуществили необходимые ремонтные работы, после чего вышеупомянутая проверка была произведена успешно. На том космическом судне, на котором в космос отправлялся Гагарин, не было предусмотрено возможности посадки внутри спускаемого аппарата, некоторые скептически настроенные эксперты предполагают. Что советское руководство не было настроено на то, чтобы Гагарин возвращался обратно, тем не менее, их мнение вряд ли может считаться вполне обусловленным, ведь на высоте в 1500 метров. Пилот успешно катапультировался. Даже те лица, которые наблюдали за рассматриваемым нами сегодня событием во время его непосредственного осуществления, отметили для себя исчезновение надписи СССР, на шлеме Гагарина некоторые люди предполагают, что объясняется эта странность тем, что первоначально на шлеме у Гагарина не предполагалось наличие каких-либо надписей. Только перед полетом некоторые государственные лица заявили о том, что на его шлеме должна красоваться надпись СССР, которая смогла бы отличить отечественных космонавтов от американских, выполнена эта надпись была обыкновенной краской, которая под воздействием высокого давления и прочих аспектов. Попросту стерлась. В частности, хотелось бы остановиться на то, каким образом Гагарина встречали непосредственно в самой Москве изначально, не предполагалось какой-либо особенной встречи, тем не менее. Под воздействием Хрущева, который, ко всему прочему, поспособствовал повышению Гагарина в звание, возле Кремля произошло событие, которое может быть сравнимо разве, что с празднованием 9 мая, спустя некоторое время, Гагарин посетил страны, которые относились к союзникам СССР. С некоторыми нюансами связана также и смерть героя Советского Союза, если верить официальным заявлениям, то событие это произошло в результате авиационной катастрофы. Которая произошла в то время, когда он, под руководством Серегина, выполнял тренировочный полет на самолете МиГа-15, и тела двух пилотов были кремированы, ввиду чего? Многие эксперты предположили, что таким образом советское руководство желало скрыть нюансы данной катастрофы. Насколько скептически жители Советов не относились бы к американским космонавтам, именно ими в далеком 1971 году была установлена специальная табличка. Дополненная фигуркой космонавта на табличке этой были перечислены именно 14 погибших космонавтов. В том числе и Юрия Гагарина установил эту мемориальную таблицу экипаж Аполлона-15.